А сейчас о нововведениях в сфере административного выделения территории, внесения изменений в некоторые законодательные акты Верхневолжья. В Тверской области образованы три новых муниципальных округа. Такое решение принято на пленарном заседании Законодательного собрания Тверской области. Речь идет о Ржевском, Кимрском и Старицком муниципальных округах. Все документы прошли два чтения. По мнению разработчиков закона, в создании единого муниципального образования позволит улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности и сокращения документа оборота. Практика преобразования поселений, сложившейся в Тверской области, показала, что оптимизация численности органов местного самоуправления приводит к сокращению до 30% расходов на их содержание. Высвобождаемые финансовые ресурсы могут быть направлены на решение социально значимых вопросов местного значения. Самое главное, что мы от этого видим, мы видим только положительные эффекты. Это единый бюджет, который можно будет уже направлять на развитие всей территории. Это единый генплан, это работа с инвесторами, это единая закупки, централизация закупок. То есть вот эти плюсы, которые мы видим. Конечно, мы делали выездные заседания и смотрели, общаемся, и сейчас планируем делать выездные заседания комитета, чтобы посмотреть уже на образованных округах, как идет работа в сельских территориях. Но я хочу отметить, при всем том, что мы делаем объединение, никакой житель сельской территории не будет забыт. То есть шаговая доступность власти будет обеспечена. Вот это самое главное, что я хочу сказать. Также на заседании депутатам представили доклады уполномоченных по правам человека и правам ребенка о своей деятельности в прошлом году. Кроме того, решением законодательного собрания внесены изменения в региональный избирательный кодекс и в первом чтении приняты поправки в закон о государственной молодежной политике в Тверской области.